Защитные укрытия В этом ролике хочу поделиться с вами разработанные мной конструкции зимних укрытий, которые, на мой взгляд, отвечают всем этим требованиям, и подробно расскажу, как их изготовить своими руками. Основой зимних укрытий послужат каркасы цилиндрические из оцинкованной сетки, вот с такими арочными крышками. Они надежно защитят ваши растения многолетние от любого снегопада и от образования на поверхности льда. Эти крышки не провалятся. Я специально рассчитал радиусы и крышки изготавливал из более толстой проволоки, ну, минимум 1,8. Вот, смотрите, я надавливаю, она не проваливается. Цилиндр из сетки собирается просто. Делаете нахлёст в одну-две ячейки и стягиваете сетку хомутами в точках пересечения прутков. Для того, чтобы закрепить крышку, притягиваете вначале её углы к каркасу хомутом вертикально и фиксируете вторым хомутом поперёк первого. Чтобы будущее укрытие не уносило ветром, и оно надёжно стояло именно над растением, достаточно вокруг каркаса вбить 4 колышка. Они очень чётко зафиксируют ваше укрытие и никуда оно не денется, даже при сильных ветрах. Чтобы растения зимой под укрытиями не сопрели и не сгнили, стенки должны у укрытия обязательно дышать. Для этого отлично подойдёт укрывной материал плотностью 80-100 грамм на метр квадратный. В данном случае у меня укрытой материал фирмы Гекса, их линейки Агротекс. Его достаточно прострочить вот таким образом, и получатся такие вот цилиндры, которые одеваются на каркасы из сетки. Ещё маленький нюанс. Обратите внимание, надо обязательно укрытой материал размещать дышащим слоем вовнутрь. Тогда растения будут отдавать излишнюю влагу, вернее не растения, а вот эти укрытия, и меньше будут подвержены влиянию холодных ветров вокруг. Боковая стенка во время дождя или снегопада может намокнуть и начинать сползать. Чтобы этого не произошло, достаточно зафиксировать сверху её вот такими скрепкими крокодильчиками. И тогда она надёжно будет держаться у вас на каркасе. Сверху таких укрытий накрываем укрывным белым материалом, опять же, такой же плотностью, 80-100 грамм на метр квадратный, и ещё дополнительно армированным полиэтиленом. Почему именно так? Дело в том, что на полиэтилене, возможно, будет скапливаться конденсат. Вот этот белый укрывной материал, который укладываем вначале, он будет в себя эту влагу впитывать, и капли, опять же, не поранят растения во время заморозков. То есть минимальная будет влажность внутри укрытия. Ну и также полиэтилен, вот этот армированный, ну, может быть, и другой какой-то, он защитит от осадков. То есть внутри таких укрытий будет у нас тогда достаточно сухо, и растения спокойнее переживут зиму. А зафиксируем вот эти вот укрытия верхние шляпной резинкой, чтобы их как следует затянуть, можно использовать вот такие вот карабинчики пластиковые. Недорого и эффективно. Вот, собственно говоря, наши укрытия готовы защитить растения от зимних холодов. Они имеют достаточно большой объем. Вот это с виду небольшое укрытие 35 литров. Вот это укрытие 100 литров. А большое укрытие, оно, собственно говоря, литров 600 по объему. Но, если вам этого объема недостаточно, то можно сделать вот что. Можно будет ваше укрытие нарастить, добавив внизу по одному цилиндру из сетки, ну и, соответственно, по цилиндру из окровного материала, стенки. Связывается каркас верхний и нижний очень просто. Достаточно для этого состыковать каркасики из сетки обычными хомутами-стяжками. Вот так, по периметру. И все. Каркасы будут надежно соединены. Сшивать верхнюю и нижнюю стенки из укрытого материала нет необходимости. Их можно состыковать между собой, опять же, вот такими шляпными резинками. С карабинчиками. И затянуть. И стенка к стенке будут надежно зафиксированы. У меня получилась вот такая вот папа-мама-я дружная семья зимних укрытий. И если раньше они были высотой, например, 900, 500 и 700, то теперь они высотой вот это, например, 1600. Это будет у нас уже почти под метр. И вот это вот больше метра, метр тридцать где-то примерно. И, соответственно, по объему они тоже больше в два раза. Чем еще хороши такие конструкции? Если вы захотите осенью, зимой или весной проверить, как зимуют ваши растения, для этого достаточно просто снять, например, вот это укрытие верхнее. Не надо разбирать всю конструкцию, и можно посмотреть, как ваши растюльки зимуют. Ну, пока у меня здесь трава. Многие уже успели приобрести и оценить разработанные мной каркасные кашпо и летние укрытия. Ближе к осени планирую начать изготавливать и вот такие зимние укрытия. А в упакованном виде моя продукция будет выглядеть вот так. Как всегда, в компактных таких тубусах, упакованных в термопленку, с инструкцией и со всеми комплектующими. А тем, кто не сможет себе позволить приобрести такие полностью укомплектованные изделия, смогу помочь отдельно упакованными каркасами из сетки. Если эта встреча в Академии садовода-мешочника и разработанная мной конструкцией вам понравилась, поднимайте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал «Сад и огород в мешках». Спасибо за просмотр и до новых встреч!